В начале декабря во всем мире отмечают День добровольца. В России этот праздник введен совсем недавно, но волонтерское движение стремительно развивается и становится все более значимым для общественной жизни. С Люберецким сообществом добровольцев встретился глава округа Владимир Волков. За их беседой наблюдала Луиза Егезарян. Они приходят на помощь, отложив свои личные дела в сторону, уделяют внимание и заботу тем, кому это действительно необходимо. За последние два года понятие «волонтер» сильно изменилось. Людмила Илькаева стала добровольцем как раз на пороге пандемийных событий. И сейчас, оказывая помощь семьям мобилизованных, уверена, она на своем месте. Поначалу очень было шокировано, когда меня попросили начать ездить, развозить продукты, лекарства, оказывать любую гуманитарную помощь жителям городского округа Люберцы. Поначалу это была пандемия, было сначала не так просто. Маска, защита, ПЦР-тесты, перчатки, все вот это вот дело. Ну, ездили, помогали дружным коллективам. Дружный коллектив – это более 400 юношей и девушек. В основном студенты Люберецких учебных заведений, представители общественных организаций. Владимир Волков предложил волонтерам создать в Люберцах молодежный центр, где ребята смогут реализовать свои идеи в спорте, науке или творчестве. Мы готовы пространство сделать так, как вам будет удобно, под ваш заказ, ваши идеи. Смотрите в интернете лучшие практики, не только наши региональные, мировые практики. Смотрите, вот без стеснений. Нам нужен центр, это абсолютно точно. Красивый, современный, где будет зонирован этот центр по разным интересам и группам молодежи. Во время обсуждений было решено, что таких молодежных центров должно быть несколько в каждом поселке округа. А волонтеры, в свою очередь, предложили помощь в подготовке празднования 400-летия Люберец. Самые активные юноши и девушки будут включены в рабочую группу, где они смогут поделиться своими идеями. Луиса Игасарян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.